Привет, всем привет! И в сегодняшнем видео я к вам со своими покупками, приобретениями и сегодня я к вам еще с тем, что мне прислали на обзор. Поэтому да, давайте начнем. Давайте, наверное, начнем с того, что я купила сама. Купила сама, как всегда, много чего из белорусской косметики. Давайте, наверное, начнем с серии кремов, которые я нашла. Это новая серия. Я все-таки шла в магазин не за этими кремами, я шла в магазин за мезокомплексом от Vitex, который у меня закончился крем. Мне он очень понравился, мне он очень впечатлил. И да, мне очень хотелось продолжить пользоваться им, но вот эти вот баночки, вот эта вот новая серия, они приманили меня, просто заманили меня своим очарованием. И я решила, почему бы и нет. В принципе, никаких проблем с кожей у меня сейчас нет. Почему бы не перейти на что-то абсолютно другое, не попробовать что-то другое. И это у нас новинки от Belita, от Vitex опять-таки, с хэштегом Skin Sensation. Это у нас серия Абсолютная красота. Начали с ночного. Ночной крем-сон для лица секрета молодости для всех типов кожи. С каким-то комплексом Early Boost. Но я уже прочитала, что этот комплекс, это комплекс витамин А, С, Е, Ф. И да, вот у меня ночной и дневной крем. Вот так вот они похоже выглядят. У ночного крема синяя верхушка, у дневного крема розовая верхушка. И что нам тут обещают? В ночном креме нам, естественно, обещают восстановить нашу кожу во время сна. Описывают, как тяжело нашей коже переходится. И что мы проснемся с отдохнувшим лицом, с разглаженными морщинами. И у нас не будет эффектами этой кожи. У нас тут в составе абрикосовое масло имеется. И применение обычное нанесите на лицо и дождитесь высыхания. Я этими кремами уже пользовалась ночным вчера, потому что я их купила вчера. И дневным пользовалась сегодня утром. У них консистенция очень похожа на консистенцию секретияния кремов от Белиты. Она не густая, не жирная, она не стекает с рук. Но напоминает мне все-таки молочко. Написано, что крем подходит для всех типов кожи. Я бы не сказала, что он подойдет для очень сухой кожи, потому что однозначно, если есть проблемы с шелушением, с каким-то, не дай богу, трещинками или что-то такое есть на лице, проблемное в плане сухости, мне кажется, недостаточно будет питания, потому что крема очень-очень легкие по своей консистенции. У них приятная отдушка. Отдушка такая сладковатая, молочно-цветочная, что-то. У меня только такие ассоциации. Вот эта отдушка, она однозначно сладковатая, не парфюмированная, она приятная, достаточно приятная. Поэтому да, дневной крем не буду читать. Все то же самое, только дневной крем. Консистенция у них абсолютно одинаковая. Ну, возможно, она совсем чуть-чуть плотнее ночной крем. И что я еще нашла в этой серии? Вот нашла такого малыша. И этот малыш у нас корректирующий флюид сияния для лица. Секреты преображения против следов усталости. Опять-таки, с вот этим вот коктейлями с витамином. Его я еще не пробовала, он у меня закрыт, запечатан. Давайте, мне интересно, какого он будет цвета, прозрачного? Или нет? Посмотрите, он такой как... Знаете, как что-то вроде BB крема. Что-то вроде праймера, но праймера, который имеет тон, который имеет в себе немножечко, совсем чуточку пигмента. Будем тестировать, будем пробовать. Насчет стоимости. Стоимость у нас тут ночной крем 2,58, дневной 2,49 и флюид 2,74 белорусских рубля. Остальную стоимость я вам напишу, я имею в виду тем, кому интересно, в долларах сколько это стоит, я напишу внизу. Дальше тема волос. Тема волос, меня она сейчас очень-очень сильно волнует, потому что после моего окрашивания у меня волосы стали гораздо более ломкими и сухими. И я их очень-очень тщательно напитываю, использую большое количество масел в качестве масок дополнительных для волос. И использую очень много несмывашек. Я вам показывала несмывашку от Белиты Масляную, которую я купила последнюю. Она мне не подошла, она очень жирнит волосы на концах, поэтому ее я использую просто как масло, стандартное масло, когда я делаю маски для волос, наношу на всю длину. И вместо нее, вместо этой несмывашки купила себе вот такую вещь. Вот это у нас опять-таки Vitex. Двойная сила, кератин и термальная вода. Это у нас BB бальзам для всех типов волос, несмываемый, 12 чудес, двухуровневое восстановление. Извините мой голос, что-то у меня он садится. И нам тут обещают много чего, но мне особенно понравился одиннадцатый пункт. Нам тут обещают глубокое восстановление, защиту от повреждений, шелковистости, гладкость, зеркальный блеск, дополнительный объем питания поврежденных волос, легкость процесса укладки, сохранение укладки на более длительный срок, защита против секущихся кончиков, легкое расчесывание, внимание, защита от пушения. Вот это мне очень было важно, и этот пункт просто был определяющим, когда я покупала эту штучку и термозащита. Применение наносить можно как на сухие, так и на влажные волосы. Вот такая тут беленькая консистенция. Я не помню, говорила или нет, наверное, говорила, что я не очень-то сильно дружу с какими-то сыворотками для волос, чем-то таким, но вот эта вещь мне понравилась, я ее, опять-таки, вчера уже использовала, и, знаете, волосы приятно потяжелели после нее и не стали такими липкими, видите, они не стали липкими паклями, то есть, так скажем, объем, если он кому-то надо, не ушел, но перегладилось немного, то, что есть подлиннее пушица, это однозначно, вот это вот ощущение приглаженности есть, и так приятные волосы, плотные на ощупь, поэтому, да, это мне нравится, будем дальше тестировать, будем дальше смотреть, может, кто пробовал, дайте мне знать ваши впечатления. И тут, опять-таки, приятный запах, приятный, свежий немного, опять-таки, сладковатый запах, но запах очень скоро выветривается, потому что уже носила вчера, и мне кажется, через час уже от запаха ничего не осталось, поэтому аромат очень-очень быстро улетучивается. Дальше у нас будет декоративная косметика, из декоративной косметики, я себе купила две для меня новинки, для кого-то, наверное, это не новинки, потому что это не в стендах с новинками эти были продукты, а, так скажем, стояли сами по себе. И первое, что я купила, это подводку фломастера, очень люблю подводки фломастера, последняя подводка фломастера у меня была от Reluie, это был Artistic Velvet, по-моему, вот так она называлась, черная красивая подводка, очень классная, очень пигментированная, единственное ее недостаток, это то, что она очень-очень быстро высыхала. И, конечно, у меня это очень огорчало, то, что подводка очень быстро высыхает, потому что хватало, если на месяц мне хватало, то это был максимум. Поэтому на этот раз решила попробовать подводку от Luxe Visage, обязательно мы с вами все это протестируем в следующем видео, и посмотрим, как она будет в носке, как она себя поведет, серия эта у нас называется Perfect Color, подводка фломастера для глаз. Она в коричневой упаковке, упаковке, она в коричневой упаковке, очень тонкий у нее аппликатор, очень длинный тонкий аппликатор, я вам сейчас сделаю сводч, покажу, как она носится, видите, достаточно четкая черная линия. Ну, посмотрим, посмотрим, как она будет вести себя на глазах. Итак, ребята, двигаемся дальше, следующий продукт, это продукт для бровей, у меня какая-то обсессия с продуктами для бровей, что-то я их в последнее время покупаю много и часто, и это очередной продукт от Reluie, это карандаш, которым я уже когда-то пользовалась, но я пользовалась им в другом оттенке. Серия Brow Wow, и нам обещают пудровый эффект, естественный вид, и он не содержит парабенов. Оттенок называется Soft Brown, и однозначно я его протестирую вместе с подводкой от Luxe Visage в следующем видео. Обычный механический карандаш, как и все карандаши у Reluie, вот так вот он выдвигается, но тут оттенок очень удачный, очень удачный в плане того, что он холодный. Все вам покажу, все расскажу, обязательно увидите все эти продукты в действии. И, ребята, последние два продукта, которые я вам сегодня покажу, это те продукты, которые мне прислали на обзор, прислали мне их на обзор из компании Airi Flame, и первый продукт, это вот такая помада. Я ее уже открывала, естественно, потому что мне было очень любопытно, что и как. Вот так вот мило выглядит упаковка. Серия называется The One, и нам обещают тут суперматовый финиш. Вот оттенки, которые называются Endless Cherry, и вот это такой красивый оттенок, винный, который, мне кажется, очень некрасиво сочетался бы сейчас с тем, что на мне одета, и с моим макияжем. Поэтому обязательно мы также протестируем все это дело. С продукцией Airi Flame я не знакома, поэтому будем знакомиться, будем знакомы, так скажем. И второй продукт, я его распакала, серия Giordani Gold, Bronze and Pearls. И я, если честно, сомневаюсь, что это в плане того бронза, это либо румяна, но то, что это выглядит безумно красиво, это факт. Кстати, помада, я забыла сказать, пахнет таким приятным вишневым джемом. У этой бронзирующей пудры, бронзирующих румян. Душка тоже есть, но она еле уловимая, сладковатая. Не парфумированная, не отдает такими бабушкиным одеколонами, поэтому это уже радует. Вот так вот все это дело выглядит. И я думаю, что, точнее, я в этом уверена, мы будем тестировать с вами вместе и новинки белорусской косметики, и вот эти вот штучки, которые мне прислали Airi Flame. Потому что, ну, вы сами понимаете, что нет никакого смысла снимать про что-то из этих четырех продуктов отдельное видео. Вот, ребята, это были все мои приобретения на сегодня, все мои последние покупки, подарки, так скажем, которые я получила. Дайте им знать, если чем-то пользовались, расскажите, поделитесь своим впечатлением, своим мнением. И очень скоро мы с вами увидимся в новом видео, все это протестируем, посмотрим, как себя все эти продукты поведут в действии. И скоро с вами увидимся уже в новом видео. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok